Вы смотрите Актуальное интервью. Меня зовут Петр Васильев. Здравствуйте. Окружная администрация Якутска сообщает, что начиная с ноября 10 автобусных маршрутов номер 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 19 и 35 начнут ездить по новым измененным схемам. Чем обусловлены такие преобразования в транспортной системе города и насколько они будут ощутимы для горожан, обо всем этом мы поговорим сегодня. Наш гость в студии Эдуард Садовников, руководитель городской дорожно-транспортной службы. Эдуард Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала вот о чем. Насколько мне известно, кардинальных изменений все-таки не будет в основном по желанию граждан, охват общественным транспортом увеличивается, правильно? Да, действительно, у нас город стремительно развивается, стремительно растет, появляются новые социальные места притяжения, новые районы, в связи с чем мы как бы вынуждены изменять схему движения городского округа, город Якутск. Действительно, маршрутная сеть в целом не поменяется, она останется прежней. Единственное, что по определенным десяти маршрутам, которые подвержены изменениям, будет частично изменять схема движения. А вот почему эту реформу автобусных маршрутов решили начать все-таки в зимнее время года? Какая-то часть маршрутов уменьшается, какая-то увеличивается. Люди все-таки зимой меньше ездят на автобусы, в большем количестве одежды ездят. Почему нельзя было этим летом заняться? Да, в целом, действительно, почему этот вопрос нам часто задают, действительно. Первое, это у нас контракты по пассажирским перевозкам, которые были ранее заключены в 2018 году с нашими частными перевозчиками, с нашими перевозчиками в целом, да. Они истекают именно позднее осеннее время. Это связано в первую очередь с этим. И, во-вторых, конечно же, как я уже сказал, город стремительно развивается, у нас появляются новые районы, поэтому необходимо оперативное вмешательство и изменение схем движения. И как раз-таки те изменения, которые мы сейчас внедряем, они направлены на улучшение автобусного сообщения в городе Якутске, чтобы в зимнее время люди комфортно и получали стабильный маршрут. То есть, суммируя, мы ждали окончания этих всех контрактных работ, для того, чтобы уже начать заключить новые контракты, получается, по новым маршрутам. Да. Также хотел добавить, что в целом у нас количество городских маршрутов не меняется, остается на том же уровне. То есть, вместо отменяемых двух маршрутов номер 15 и 25, появится два новых городских маршрута номер 11 и 12. К слову, 11 маршрут мы вчера запустили. Вот заговорили о том, как изменится конкретно маршрут автобусов. Давайте еще раз. Я вначале кратко озвучил, что поменяется. 15 и 25 объединятся, так понимаю, в один маршрут. В один маршрут, да. Действительно, здесь проблема была вот в этих двух маршрутах. Но уже критическая ситуация возникла по данным маршрутам. По 15 маршруту у нас в настоящее время, ну, можно сказать, в живых это 12 автобусов, да. И с учетом выходных курсирует ежедневно порядке 9-8 автобусов, да. Максимальное количество 10 единиц. При этом подвижной состав устарел у данного маршрута. И чтобы не бросить этот маршрут, чтобы остались водители у нас, опять же, да, мы даем им возможность двигаться на новом 12-м городском маршруте, который будет объединен с 25-м маршрутом и усилен маршрутами коллег из 35-го и 6-го маршрута, поскольку они будут находиться в одном лоте под руководцем единого директора маршрута. То есть, получается, у 15-го и 25-го останутся те же точки, так скажем, остановок. Он вот по кругу, насколько я знаю, будет ходить. Да, 12-й маршрут практически будет курсировать по маршруту номер 25 прежнему, да. А что касается 15-го маршрута, 15-й маршрут у нас довольно-таки задублированный маршрут в своих направлениях, да. То есть, у него есть альтернатива по другим маршрутам, по различным улицам. Ну вот изменения коснутся 2-го, 6-го, в том числе 5-го, 16-го, в общем, достаточно протяженные маршруты. Как изменится шестерка? Очень же многие жители, допустим, того же Хатенряхского шоссе говорили о недостатке 6-го, 25-го автобусов. Ну, 6-й маршрут, вот немножко расскажу историю, да, прошлых лет. В период ремонта проспекта Ленина 6-й маршрут у нас ездил по объездной схеме движения, да, двигался по улице Кирова и добирался до поликлиники номер 1. Людям очень понравился этот маршрут, и они просили нас и на прямых эфирах, и на отчетах главы города Якутска, чтобы эту схему мы оставили. Вот, мы этот не оставили без внимания, и решили также пойти людям навстречу и обеспечить доступ к социальному объекту, то есть к поликлинике. Что касается именно Борисовки 1, да, конечная остановка действительно меняется. Сейчас она находится в микроороне Борисовка 1, и будет теперь дислоцироваться в районе улицы 3 Сосны, да. Это чем обусловлено? Тем, что вместо данного маршрута, 6-го, туда будет заезжать новый 12-й усиленный маршрут, как раз-таки коллегами из 6-го, 35-го маршрута. И также там у нас курсирует в настоящее время, это два маршрута, это 41-й маршрут и 7-й маршрут. Три маршрута, я думаю, достаточно для альтернатив движения. Ну, это время покажет, я думаю. Суммирая, то, о чем мы поговорили, значит, дублирующие маршруты были объединены, те, с которыми с низким пассажиропотоком введены, новые. Давайте подробнее о новых поговорим. 11-й маршрут и 12-й. 11-й накануне ввели? Да, действительно. Вчера мы буквально ввели 11-й городской новый маршрут. Здесь перед нами стояло две задачи. Это обеспечение транспортной доступностью жителей, проживающих по улице Птицевод, которые довольно-таки давно уже ждут свой городской маршрут, свое автобусное сообщение. При этом мы тем самым усилили направление речевой школы, направление жителей, которые проживают в микроволене Птицефабрика, по Сергаляскому маршруту, где будет курсировать данный маршрут в том числе. Вторая задача, которую мы выполняли, это обеспечение транспортной доступности для жителей села Пригородный. У них до настоящего времени не было своего автобуса. В настоящее время у них курсирует Пригородный автобус, который двигается из села Хатасы. Бывает, что часы пик, он бывает переполнен и так далее. Теперь же у жителей села Пригородного, у новой улицы села Геодезистов, которые обустроили в этом году, появится свой городской маршрут. Д. Юрьевич, а что с восьмеркой, которую так упразднили? Восьмой маршрут в прошлом году оперативно упразднили, но я уже об этом несколько раз говорил, что восьмой маршрут не смог в достаточной мере обеспечить исполнение графикового движения. И именно это случилось в зимний период, когда уже ударили морозы 50-градусные, поэтому мы оперативно мешались и запустили туда 16-й городской маршрут. К сожалению, руководство маршрута не смогло набрать достаточное количество водительского состава и возобновить движение. Но пока остается так, но в будущем мы планируем, что на те отрезки, где курсировал только восьмой маршрут, будут двигаться специальные подвозные маршруты. Ну это вот в рамках обновления транспортной схемы, которую, я думаю, мы тоже когда-нибудь об нем еще подробнее поговорим. Давайте про обновление автобусного парка. Какие планы? Ну, на сегодняшний день мы уже обновили 124 единицы техники. Нам остается еще обновить порядка 260 единиц техники. В следующем году мы запланировали для себя, ставим задачу, закупить и обновить еще 74 единицы техники. И до 27-го года мы планируем полностью обновить весь автобусный парк частных перевозчиков. На сегодняшний день мы обновили весь парк автобусов муниципального предприятия ЕПАК, который двигается по пригородным и уже по трем городским маршрутам. Эдуард Юрьевич, с обновлением автобусного парка растет и сумма эксплуатации автобусов, растет у нас и ГСМ, ремонт. Планируется ли повышение в связи с этим стоимости проезда? Ну, мы ежегодно пересматриваем вопросы тарификации, поскольку сейчас у нас ежегодно, как вы сказали, действительно растут цены на запчасти, на горючо-смазочные материалы и так далее. То есть и МРОД у нас повышается, необходимо повышать полномерность заработной платы. Конечно, мы и пересмотрим в дальнейшем, нам постоянно обращаются частные перевозчики наши, муниципальные даже перевозчики ЕПАК, да, с просьбой, чтобы пересмотреть тарификацию тарифа. Потому что в течение года у нас меняются цены на запчасти, да, повышается, вверх растут, но тариф у нас остается тем же, потому что мы тариф ставим на целый год, то есть, да, и пересматриваем его только в конце года. Ну, также рассмотрим этот вариант, но пока о повышении ничего не могу сказать. То есть пока до конца года ничего такого не будет? Да, ничего меняется не будет. Но это не может не радовать. Если мы говорим про обновление автобусного парка, сейчас в городе уже курсирует достаточно много новых красных кавзов, лиазов. Куда денутся пазики наши старые добрые? Ну, согласно действующих договоров и будущих договоров, которые будут заключены, автобусы не должны превышать возраст старше 11 лет. Ну, это обусловлено тем, что у нас должны быть все-таки комфортабельные новые автобусы, которые должны быть оборудованы специальными пандусами для маломобильных групп населения, кондиционерами, которые так полюбились нашим гражданам, особенно в период праздника национального праздника СССР. Да, и зимой тоже. Да, и зимой тоже, да, и дополнительные отопители. К сожалению, пазики, которые сейчас у нас курсируют, они не могут это обеспечить, да, потому что, ну, как и по вместимости, в принципе, да, как и по комфортабельности. То есть автобус должен быть обязательно низкопольный. Это требование будущих договоров и прежних договоров. К какому году планируем окончательно отправить пазики? Ну, как я уже сказал, мы планируем, задачу для себя ставим, что к 27-му году, в 27-му году мы должны обновить весь автопарк частный перевозчик. Эдуард Юрьевич, глава города Евгений Григорьев регулярно говорит о том, что необходимо повышать престижность профессии водителя. Какие меры сегодня поддержки существуют для них? Да, действительно, мы планомерно ведем эту работу. На сегодняшний день, значит, у нас есть такая социальная поддержка, как предоставление водителю общежития. У нас уже живут два водителя в нашем общежитии, в городском это водители муниципального предприятия ЕПАК. Значит, также мы планомерно идем к тому, чтобы повышать заработную плату водителям, да, нашего предприятия ЕПАК, частным перевозчикам, да. В этом году также мы решили для себя поставить задачу, чтобы стимулировать, да, ну, так скажем, со следующего года Евгений Николаевич поставил нам задачу стимулировать наших частных перевозчиков, то есть наших водителей частных перевозчиков, да, и мы будем ежемесячно смотреть и выдавать им премию, да. Это премия специальная, да, будет, ну, сейчас ведет, мы разрабатываем соответствующий нормативно-правовый акт и хотим лучшим водителям ежемесячно выплачивать определенную премию, да. Ну, сумму пока не буду говорить, пока мы еще этот вопрос... Хорошо, пусть будет сюрпризом. Да, при этом в этом году Евгений Николаевич на форуме ВПРФ также выступал с инициативой нашей, да, о дальневосточной ипотеке для водителей общественного транспорта. Все мэры дальневосточных городов Евгений Николаевич поддержали, сейчас ведем соответствующую работу с профильным министерством. Вот, собственно, закрывая тему обновления автобусного парка, увеличиваем число где-то автобусов, где-то сокращаем, водителей у нас хватает, это все-таки самое главное. Да, вот еще к слову, забыл совсем сказать, что на сегодняшний день мы также обучаем бесплатно не категорию Д, у тех лиц, у которых нет этой категории. Но водителей у нас на сегодняшний день, ну, критически не хватает, да, на сегодняшний день в муниципальном предприятии ЕПАК порядка 36 вакансий у Союза Авто, некоммерческая организация частных перевозчиков, порядка 200 вакансий находится. Ну что ж, будем надеяться, что принимаемые меры помогут исправить ситуацию, уверен, что реформа автобусных маршрутов в Якутске пройдет более чем на хорошем уровне. Эдуард Юрьевич, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Это было актуальное интервью, до встречи. Спасибо. Спасибо.